здравствуйте друзья вы видите у меня маечки такая вот как будто я сам почтовое отправление тут американское с печатями со всеми делами значит это чисто случайное совпадение потому что еду я действительно почту проверить найти давайте в камеру поверну ту сторону чтобы вам солнышко не светило так не неудобно вас слепить солнышком хотя бы не такой яркой с утра доставили конверт ну я конверт большой такой читаю написано посольство российской федерации в соединенных штатах ну думаю что-то на мое имя найти ну думаю может претензии какие-то мало ли что или наоборот там как-то уважить хотят может быть орден найти при жизни какой-то дать хотят я короче ну там что-то лежит я явно что-то лежит вскрывая конверт а там как у маяковского друзья краснокожая паспортина я думаю блин я гучу они мне паспорта я и не просил вроде и думаю ну может убрать как уважают думают петрович там мол когда-то его лишили а сейчас вот надо бы ему восстановить там я не знаю как-то думаю какие-то добрые намерения значит потом смотрю дальше паспорт не мой там фотография вклеена и фамилия и в общем совершенно это не я думаю какого ж хрена чужой паспорт мне пришлют еще из российского посуду не этаж не посольство консулат в вашингтон в штате вашингтон ну думаю ну поскольку фамилия есть я тут же ее пошел там в скайпе у себя нашел и смотрю действительно переписка была у нас с товарищем что у него там адрес должен поменяться а получение паспорта занимает месяца три поэтому он как-то нельзя ли к вам чтобы пришла почта домой прямо но я буду ради бога все но я забыл ну сами подумайте сколько времени прошло это вот такие дежавю у меня друзья вот этот паспорт краснокожая паспортина я помню у меня такой же в принципе был советский собственно меня есть даже загран паспорт то что нам когда-то выдали я храню там написано постоянное место жительства там и все такое у меня паспорт сср есть вот он такого же цвета примерно был где-то лежат у нас тут все в анналах семейных архивов да ну и сегодня вообще суббота мы со светланы наверное поедем к океану сейчас уже к четырем часам но мы обычно так едем что мы едем вечером а там уже на месте мы можем переночевать например и уже с утречка пойти погулять если настроение есть если погода и тогда сейчас вообще довольно тепло я даже вот шортик я вам не показываю там но вообще первый раз там за за год шорты одел что жарко ну ладно так поедем вот ну и меня немножко беспокоит вот это вот прохождение почты я я переживаю и каждый день стараюсь бывает я пропускаю там день-другой но в данном случае суббота в субботу есть доставка в воскресенье нету поэтому я сейчас гляну чё там с почты и тогда уже значит если что сегодня прям брошу в ящик иначе тогда было бы в понедельник там во вторник ну там уже надо смотреть а все-таки там номера соцстрахования знать люди без них не могут на работу выходить зачем есть про есть тонкость как бы важный важный документ и они мне там пишут я вам отправила конверты я отправила то отправилась все я уже думаю мать мать честная ну надо надо не задерживать так что ли вот так как бы правее встанем так знаете что за машинка передо мной стоит значит там вот допустим вот справа да вот видите но если бы это был частный дом вот справа вот это был бы частный дом и от него идут трубы там под землей в канализацию городскую но в данном случае слив не не канализация там где как мы понимаем а так водичка стекать и вот эти трубы которые там протекают их корни деревьев пронзают дырявят замусоривают и вот тогда приезжает вот такая машина как перед нами и она так знаете такими лезвиями что ли так можно сказать она там крутится какая-то фигня крутится внутри трубы все вырезает и выкидывает обычно это нужно делать периодически то есть один раз почистил это не значит что все а так через пару-трой кулет опять такая неприятная штука да но не важно в общем мы подъезжаем к офису моему глянем сейчас почту и после этого двинемся к офису портнов компьютер скул туда в лос-алтес а мы сейчас все не были машин сколько правда вот работают люди суббота шмобота это пятница друзья не работница а в суббота еще то работница все пошел за почтой да пустой ящик что вы себе думаете пустой но надежда то есть вот едем дальше книжку сейчас читаю про интернет как бы маркетинг тут не как бы случайно перепала в начало тебя читаю и там человек очень интересно так пишет что мы живем в такое время когда большая конкуренция за внимание человека да то есть его со всех сторон донимают если глянуть вот чего у тебя там в эмейле да сотнями идет в день сотни мессенджей с каким-то спамом с какой-то дрянью я я очень хорошо понимаю там да то есть вот оно прет 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 даже не то что это но даже вот когда ты просто поиск делаешь там в гугле в каком-то да тоже там как бы специально создаются какие-то вот ресурсы просто для того чтобы кто-то пришел там кликнул кому-то упало что-то то есть постоянно какая-то борьба за внимание с манипуляциями с фальсификациями с обманом с жульничеством с напусканием тумана и вот он говорит что идет конкуренция за это дело и идет значит манипуляция и в этих условиях вот что эти в этих условиях особенно ценным становится правдивая информация как бы непредвзятое и так далее но я в этот момент подумал что он частично прав да а частично не очень потому что да конечно идет борьба за внимание потому что это внимание это как бы основа того чтобы чего-нибудь впендюрить я не имею в виду людей которые там поделиться хотят наоборот вот он когда делится там его ищут и так далее а когда идет как бы активная сторона активной стороной является тот кто впендюривает то есть он хочет как-то заработать и соответственно надо впендюрить и вот и очень так сказать такая серьезная технология впендюривания где-то за деньги где-то поменьше денег нет 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 денег там оплатить рекламу ходят там по фейсбукам там по группам где-то пишут что-то такое их там утоляют они аккаунты новые создают или там на ютубах вообще в любой соцсети да там много-много ходят вот этих вот накрученные подписчики накрученные просмотры все все такое накручено там накрученные страйки там скажем конкурирующим там каким-то каналам там и так далее и так далее то есть как бы целый мир фейка мы это видим вот но сейчас в этом в этом плане абсолютно согласен в чем товарищ прав частично это то что особую ценность приобретает правдивая информация причем впендюривается кстати не только товар впендюривается политическая информация которая тоже как бы денежная то есть скажем так человек которому впендюрили да он информацию он начинает деньги давать не каждый да не каждый но вот тем не менее это тоже очень большие обороты на компании вот этой вот типа там сбора денег что выборы украли да на этой компании собрали больше двухсот миллионов долларов которые никоим образом не не нужны были для того чтобы там скажем ходить по судам там или это все делать там смешные там там ничего не не было никаких расходов практически не было там не было судов судов не нужно там годами там адвокатом платить там по 700 долларов сейчас нет на 3 копейки то есть подсобрали 200 миллионов долларов почему чек которому впендюрили несет банки и вот значит соответственно ну товар мы горим идет идет из бизнеса потом перебирается в политику безусловно и вот частично частичная провода значит частично он прав потом они полностью потому что потребность в правде далеко не универсальна потребность в честной выверенной добросовестной информации не является универсальной не то чтобы там скажем львиная доля общества стремится к получению честной правдивой информации значит используя известную формулировку мы можем сказать что вот в отношении этого всего people have it people have it абсолютно любую дрянь то есть ты можешь ему там за десятку впендюрить то что трех копеек не стоит и они хавают то есть те кто хавает намного 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 больше чем тех которые анализируют сравнивают там определяют вот эту вот ценность там того или сего которые вообще в состоянии что-то определить понимаете поэтому апеллируют к эмоциям обратите внимание ведь не апеллируют к здравому смыслу апеллируют к эмоциям и эмоции это надежно а это так просто не смоешь вот если ты какую-то информацию а кто-то другой другую информацию а информация она где-то не полная да потому что если дашь полную у человека возникнут сомнения а ты ему не полно ты ему такое как вот чтобы он поэтому информация дело такое да ты апеллируешь сразу к людям которые логически осмысляют да не ну ну что масса масса а зарабатывается бабло на массе впендюривается массе да впендюривание одному человеку это слишком дорогая операция вот когда впендюривается целой массе вот тогда да тогда отдача большая и вот так что с одной стороны ну да ценно конечно ценно когда что-то там хорошо он так чему клонит он клонит к тому что если ты людям даешь какую-то информацию как интернет бизнес да вот даешь какую-то обе ну достаточно объективную отражающую реальность информацию тогда люди готовы за это платить да потому что разобраться во всем этом мире вот этого всего практически невозможно но дело в том что понимаете сейчас поскольку вы каждый можете что-то предлагать скажем хорошую выверенную объективную информацию но вокруг вас будет столько народа которые впендюривают и люди которые которым предлагается это все это не массово что они выбирают какую-то честную объективную информацию пишем что им чего-то хочется они во что-то верят когда человеку верится во что-то он склонен принимать это за реальность эти посмотрите вот сейчас например про господи любой вопрос вот вакцинирование посмотрите какие там потрясающие теории сколько мы всего услышали про эту вакцину и даже не вакцину а сам этот ковид 19 то есть разброс невероятный да то есть одни сравнивали его там с испанкой там сто лет назад которая там чудеса творил тут столько народ погибло другие говорят что вообще это как грипп и там вообще говорить не о чем 3 говорят это китайцы там 4 говорят это вообще русские через китайцев там и так далее так далее так далее и как вот известная фраза говорит что ложь для того чтобы в нее поверили должна быть чудовищный вот так это сейчас мастеров чудовищной лжи очень много тут я кстати в стриме тоже эту фразу там использовал там возник вопрос это геббельс или это бисмарк я пошел посмотрел значит вот эта фраза принадлежит на самом деле гитлеру в майн кампф он ее пишет об этом пишет он кстати это пишет показывая пальцем на коммунистов на марксистов ну так у него там все вместе там евреи марксисты коммунисты вот он на них показывает это они мастера такой лжи такой лжи что и люди им верят только потому что их их ложь чудовищно он в этом смысле говорил ну него так вот у нас мастеров чудовищные лжи сколько хочешь потому что масса пипл хавает да и в общем и мы сейчас живем в мире хавающего пипла что дальше будет совершенно непонятно потому что есть как бы два два что ли пути да то то есть первый путь он такой как бы буржуазный либеральный такой он говорит люди имеют право говорить все что угодно а мы должны вот научиться в этом во всем как-то лавировать и в общем ну как то вот вы должны приспособиться и научиться хавать вот что вообще говоря задача практически нерешаема потому что там 90 процентов населения планеты может быть и 95 никаких предпосылок для того чтобы не хавать у них нет никакого исторического и ничего нет то есть мысль о том что они могут жить как-то без того чтобы хавать то что так аккуратненько упаковано и так далее нет другая концепция состоит в том что ну государство наверное да кто-то такой сильный кто может надавать по рукам и не только по рукам он берет на себя он говорит вот этих мы наказываем этих не наказываем за это наказываем зато не наказываем что тоже понимаете не самый лучший вариант потому что но уже как только в руки бюрократии это попадает даже добросовестной бюрократии мы не имеем ввиду там какую-то политически или экономически мотивированную какую-то бюрократию а просто даже самую честную и объективную но бюрократию мы попадаем тоже в крайне не симпатичную ситуацию ну может быть не на сто процентов а так вот какие-то пограничные какие-то проблемы там могут возникать да там вот с этим как быть и с этим как быть но в общем такая интересная ситуация у нас возникает как то мы должны научиться с этим жить я не знаю как пока не научились пока у нас как бы специалисты по впендюриванию они гораздо важнее чем те кто предлагает что-то что потом впендюривается то есть грубо говоря так эффект от впендюривания намного выше чем эффект от качественной или менее качественной как какого-то качества информации или там идеологии или товара и так далее так далее то есть продается не тот товар который лучше или то что-то такое а продается тот за который заплачен а заплачено потому что ну как бы как бы есть коммерческая основа да то есть тут тут проплатили там получили так чтобы прибыль была больше чем расход на рекламу понятное дело поэтому мы имеем то что имеем и вот мы живем не только с точки зрения купить что-то но и с точки зрения уже общественной жизни и политической жизни и так далее то есть мы живем в мире где практически все впендюривается потому что если ты не впендюриваешь тебя тут же обойдут и те которые впендюривают почему они тебя обойдут потому что масса как мы говорили 90 95 там несколько там процентов это масса не в состоянии отличить качественный товар вот некачественного который впендюривают ну там случае я говорю больше о может быть такой общественной жизни да но и но и не только общественно там мода да там автомобили статусность вот все это это же на эмоции любой товар впендюривается на эмоции абсолютно любой то есть я когда-то изучал я не помню что это было по-моему когда страхованием занимался это читал много книжек по маркетингу и там говорили что там было что-то такое что примерно 15 процентов людей 15 процентов это люди которые аналитически совершают покупки решила продажах что процентов 15 аналитически покупают а 85 эмоционально покупают и вот значит соответственно надо как бы читательской с кем ты разговариваешь прочитывать человека и подавать ему эту информацию в том плане в каком он ее употребляет есть такая книжка я читал я даже название книжки помню назвал звук платином рук платиновое правило вот о том как там они там как классифицировать людей там на эмоциональных интеллектуальных там это получается 4 группы потом каждый из 4 делится еще на 4 там еще целая такая вещь связанная с продажами я туда почитал мне интересно был но вот давайте 85 до покупают на эмоциях поэтому те кто управляет эмоциями умеют управлять эмоциями они умеют впендюривать вот а если ты лох то плати правильно кто кто залог платить будет он сам в общем такие меня мысли друзья интересные в походе за номерами соцстрахования и вот сейчас наверное уже green card и подойдут у меня где-то из вот ну последних событий когда сказали там поехали да когда байден сказал поехали и махнул рукой отменив там всякие трамповские прокламации вот где-то три десятка номеров соцстрахования пришло соответственно уже должны начать подходить green card и к этим людям по времени так где-то месячишка примерно разница так что я с интересом ждут примерно между третьим и 15 марта основная масса прошла так то сейчас глянем ящичек я вам потом расскажу та же история друзья ничего нет ну то есть какая-то почта есть например из министерства обороны там управление по контрразведке я не шучу я серьезно прислали письмецо я не стал скрывать поскольку не мое дело на там ребята отвечают но обычно такое присылают это не первый раз не то что я там меня таким письмом можно удивить обычно это связано с тем что когда кого-то берут на работу с допуском там какие-то такие дела вот то там его уже так проверяют подчистую если он где-то написал что учился в портнов компьютер скул мы получаем такое письмо она и так строго написано министерство обороны управления контрразведки и там как еще написано official business официально все культурно вот ну и там такой листочек лежит там все заполнены на только подтвердить правду или неправду они могли бы вообще упростить это такими делами что типа вот если правда тогда можете не отправлять а если неправда то подправьте отпишите но некоторые так делаются один но не министерство обороны так делает управление по безработице то есть они когда человек сокращают они и он идет получать пособие по безработице они присылают письмецо и там говорят что вот мол такая такая-то информация поступила от человека который значит обратился поэтому если все правда можете не беспокоиться а если что-то не так вы пожалуйста поправьте вот эти так работают но министерство обороны друзья но так строже они как ответьте там надо просто расписаться галочку поставить от и бросить в ящик да но визовых дел не было там не green card не не номеров соцстрахования ну что это значит друзья пишут 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 придет потихонечку вот а я так на стрёме как за общественный интерес переживаю что еще сказать у нас нет нет некоторые суматоха такая происходит в семье потому что во первых я зарегистрировался таки на вакцинацию это будет наверное файзерская вакцина там как-то не было сказано там было сказано что 2 этапная а какая не не было выбора то есть я не знаю какая не не было уточнения светлана немножко припозднилась ее дома не было когда поймал это окошко поэтому она но где-то еще там надо сказать что и светлана за неделю до меня и я через неделю после светланы регистрировались на веб-сайте компании есть такая как бы сеть госпиталей со своей страховкой называется кайзер кайзер permanente и вот этот кайзер они когда регистрируешься они говорят вы тебя вот в течение 24 часов пришлем номер регистрационный потому что без этого регистрационного номера ты не можешь зайти к ним систему и уже там что-то назначать вот но а мы не клиенты у нас естественно номера нет мы не не у них нового идея такая что они получают вакцины для того чтобы обслуживать все население не только тех кто у них там застрахован или на обслуживание поэтому короче света заполнила потом я заполнил не ей не мне ничего не пришло не через сутки не через три сутки не через неделю трое суток я знаю как правильно вот такая вот интересная история значит но но неважно мы там еще кое-где зарегистрировались и поэтому ждем я так понимаю что все эти как бы сказать веб-сайты на которых выходит список того где можно сделать но там же написано вот назначь appointment там все написано нет appointment так это прям сразу в основном говорит нет appointment поэтому ну это это известная проблема сейчас начали об этом уже писать вот я сегодня читал статью не помню где что в городах в мегаполисах в местах где большая плотность населения вот есть проблема с тем чтобы значит давно записаться кстати вот тут у нас рядом но не знаете 10-15 минут езды отсюда находится город из пала-алта ребята какой красавец я вам покажу . собачка вот находится город из пала-алта вот и там у нас домик который мы сдаем так вот застряла и там можно просто прийти в городское там управление и всем кто живет в городе или владеет там недвижимостью прямо тут же на месте без всякой очереди без всякой записи значит делают вот это дело но но только johnson & johnson поэтому я бы раньше побежал бы радостно уже бы с прививкой ходил но светлана моя пошла изучать вопрос то есть поначалу рассуждение было такое что johnson & johnson имеет ниже процент людей которые не не заражаются чем заметно ниже но правительство и как бы все эти органы которые рекомендуют они говорят что любая из вакцин хороша и johnson & johnson тоже потому что значит практически по нулям госпитализации по нулям смертные случаи то есть нет то есть больше людей заразиться после этой вакцины но прохождение заболевания таково что они не госпитализируются и не помирают но дело в том что все-таки есть некоторые последствия если ты заразился да то есть поэтому все-таки задача не заразиться тоже не не то чтобы не помереть но не заразиться потому что если ты заразился и даже относительно легко прошло но потом какие-то последствия мы из этих соображений решили что мы будем делать файтер а тут значит поскольку нам рассказали что вот свободные можно зайти рядом и мы собственно имеем возможность светлана пошла изучать сравнение значит там разных вакцин там чего говорят специалисты и так далее так далее и в общем то они говорят так что вакцина johnson & johnson она вот типа российского спутника она делается один раз потому что там как бы вот то что в других вакцинах делается за два но как бы здесь за один я с чужих слов поэтому без претензий и от этого как бы больше нагрузка там скажем на иммунную систему и так далее так далее в общем как бы вот не так хорошо как как файзер и модерн в общем решили мы пока не ходить на ней нет пожара не то что мы там год ходили а теперь лишний день там или два мы как-то перенапряжемся да значит точно то что на вакцина вакцинирование на этом фронте следующий момент у нас песик вот я вчера повесил отчет за неделю нам по пятницам присылают значит тренер снимает по средам и отдает в контору там где разводят собачек и заводчиком отдает а там уже у них есть человек который все это делает вот они сделали это видео они его вывешивают не на youtube друзья они его вывешивают на вимию а вимию это такое место где поставил галочку и никто не может даун ладнуть видео понимаете они специально так делать чтобы никто его не даун ладнул то есть я для того чтобы это видео вам показать что должен делать начиная должен туда зайти со своим пасмордом я должен записать запустить это видео и записать его с экрана вот то что ты то что вы видите это я с экрана записал и уже вам с потерей качества во всяком случае более-менее что-то видно в пятницу вечером собачка приедет к нам в ночь фактически в ночь мы в полночь должны пойти поехать в аэропорт к полночи в пятницу вечером то есть с утра у нас стрим а с вечера мы уже возьмем собачку а в субботу у нас тренировка с юрой кстати вот мы песика поставим там в будке или там у нас есть загончик такой для него вот пусть он смотрит как мы зарядку делаем а дальше может с ним снимемся и вам покажемся и может быть постримим он вам помашет лапкой то все как положено вот что еще машина значит эту надо сдать но это просто просто отвез и оставил новую надо получить тут нужно заниматься там еще у нас знаете некоторые дела связанные с тем что вот я с первого апреля значит получаю медикер то есть надо было отказаться от той страховки значит надо было оформить эту и там столько бумажек вообще бюрократия такая ну естественно государственная страховка там и бюрократии но в общем там как вам сказать нагружают нашего брата нагружают целыми днями какая-то корреспонденция каждый день чего-то пишут такое письмо такое извещение такое сообщение этого боже сколько же они денег тратят просто на то чтобы это все распечатать отправить переправить это сколько там денег остается на само лечение если столько вот на административный расход какой-то непонятный непонятный даже не знаю но посмотрим я еще ни разу не ходил к врачу с этой страховкой первое что мне предстоит пойти вакцинироваться с этой страховкой это будет 8 числа так что я возьму с собой у меня в бумажнике карточки лежит копия карточки чтобы не потерять вот я туда пойду и они говорят так что если у тебя нет страховки никаких проблем но если есть то мы тогда со страховки попросим там компенсировать ну в принципе а почему нет я все-таки деньги уплачены пусть страховка там компенсирует иначе все из бюджета пойдет обычно прививки делаем как правило это происходит прямо в офисе у врача там делал от гриппа нет он тоже бах тебе эту прививку иногда бывает что нет ну как-то ты не ходишь к врачу где-то в аптеку зашел там они за десятку тебе сделали где за десятку где действительно со страховки пришел страховку дал бывает что и страховку возьмут и еще десятку тоже возьмут там по-всякому вот так что ой медикер ну и вот теслу получить проверить чтоб там все аккуратненько чистенько там и так далее и собачка вот сейчас да тоже надо как-то адаптировать у нас идут какие-то переделки в доме тут нам мы делаем для нее площадку я может быть отдельно потом сюжет сделаю чтобы уже все сразу не мешать у меня сейчас такое попури просто в связи с тем что я движусь по дороге и хотелось с вами поболтать что-то я соскучился вот так что такие планы впереди да что я еще хотел сказать я буду открывать новый канал канал этот будет как бы сказать не таким вот личным блогом как сейчас у нас то есть я тут и песенку спою и там что-нибудь такое там политическое там и такое и сякое значит будет канал с относительно небольшим выпуском сюжетов ну вот может быть для начала может быть я буду делать там два раза в неделю а потом может быть раз в неделю а потом может быть и раз в две недели но там все сюжеты будут более как сказать спланированными что ли то есть я буду заранее готовиться я буду сортировать там этот базар и так далее я буду делать их гораздо более информативными такими четкими с информацией более полезными этот остается там где он есть то есть скажем если там я делаю два видео в неделю то тут я делаю там может быть в неделю я не знаю 15 ну не меньше да обычно так где-то 15 в неделю может быть и больше поэтому этот канал никуда не девается значит а там будет как бы без без перегрузки канала вот этим вот у нас еще знаете что проблема какая у нас подписчиков много но они какие-то неактивные в силу того что они неактивные знаете что происходит а youtube я повесил видео youtube рассылает значит там информацию небольшому количеству людей какому-то это зрители наших подписчиков значит в зависимости от того как эти подписчики придут посмотрят поставят лайк оставят комментарий или не придут не посмотрят не оставят лайк не поставят комментарий youtube решает какому количеству еще наших же подписчиков дать эту информацию пойти не так что вот я там скажем видео повесила двести сорок тысяч человек получили информацию нет часть получает и борьба за внимание часть получает и в зависимости от того как они реагируют значит оно может пойти и может не пойти к нашим же подписчикам не то что это какие-то посторонние люди а просто наши же подписчики я уже не говорю о том что конечно и посторонним людям тоже какое-то продвижение так вот наша аудитория она как бы очень инертная получается то есть как бы технически нас много а в практическом плане активно смотрит очень мало народу вот если мы сравнимся допустим с каналом ну вот Наташи Квик в смысле Фальконе у нее подписчиков там вдвое меньше а просмотров там вдвое больше понимаете то есть в четыре раза активней зритель да который входит и смотрит и так далее поэтому вы скажете а вот же есть канал там вот тот портнов блог это правда я его специально когда-то сделал чтобы этот канал не засорять таким ну просто трендежом трендежом но как то так получилось что он потихонечку превратился в резервный канал там меньше народу там публика более такая посвященная да то есть там нет двести сорок тысяч непонятно кого там есть там может быть пятнадцать шестнадцать тысяч из которых десять это те кто смотрит практически все на этом канале то есть там там как бы другая немножко картинка но тоже он уже там три-четыре года он не новый и его раскручивать сложнее чем совсем новый канал вот как ни странно поэтому я хочу потратить какие-то усилия планомерно подойти к этому вопросу чего я никогда раньше не делал вот и попытаться создать такой канал где будет трафик побольше где будут люди приходить с более широким кругом интересов там и так далее так далее ну посмотрим во всяком случае мне хочется попробовать я вам скажу как только этот канал появится и там пару видео я сделаю я вам обязательно скажу я на вас рассчитываю вот на тех из вас кто действительно активно смотрит потому что как бы от вас зависит как пойдет дальше понимаете сегодня это зависит еще от тех кто неактивно смотрит их много-много-много они неактивно смотрят поэтому оно дальше не идет такая история все ребят счастливо я домой приехал Светлана у меня делает вкусняшки она говорит давай будем снимать как я делаю кето там всякие сладости я говорю Света ну нет сил что у нас канал в кулинарный превращается а с утра такой тортик был вы себе даже представить не можете какой был тортик друзья такое кето вообще конец света все пошел спасибо спасибо Субтитры подогнал «Симон»